Я в номере один, мы с Костяновым выехали в командировку. Кто там? Сейчас, секунду. Секундочку. Скорее всего, это провокация, кто-то ломится в дверь. Где мой телефон? Где мой телефон? Она, мусорам, позвони. Чёрт. Недавно местные криминальные авторитеты угрожали мне расправой за то, что им не понравился сюжет. Сейчас, секунду, иду. Где, п***цки, через... Кажется, дверь ломает. Я на всякий случай оставляю камеру, включая. Чёрт. Иду, иду. Опは, еду, иду. Чёртову! Ура! Ну, похитили Рому, это само по себе, конечно, известие просто кошмарное, потому что, ну, во-первых, это действительно могло произойти. Рома играл с огнем всю жизнь, и, в общем-то, я беспокойство уже могу чувствовать по этому поводу, переживал. Ну, так получилось, что мы в гостинице жили на разных этажах, в разных номерах, и я утром спустился к ромке, чтобы позвать его на завтрак. Ну, подошел, дверь открыта, номер легкий беспорядок, и, собственно, самое главное, что не было его и не было камеры с важным материалом. Ну, вот, пустой номер, а вот какой трой. Как выглядели похитители? Не запомнила. Я тогда ведь не знала, что они похитители. Ну, под утро трое выводили четвертого пьяного подорудка. Вы их не остановили, ваш охранникам здесь. Ну, и шо, шо охранник? У нас отель недорогой, тут гудят постоянно. Бывает, что они не только выводят, а выносят. Ну, вы ведь общались с этими людьми? Да, общалась, подходили, спрашивали. Что спрашивали? Ну, спрашивали, где живут журналисты с телевидения. Вот я сказала, номера комнаты. Похитители даже не обыскивали номер, то есть их целью было только похищение репортера. Может, что-то запомнилось. Цвет волос, одежда, особые черти лица. Нет. У меня в конце смены и без них лоза хребет. Ну, а то камера есть. Она работает и даже что-то снимает. Да, я вскочил в машину и буквально сразу же поехал по этому адресу. Когда речь идет о Роме, когда речь идет о том, что он реально мог попасть в беду, то тут абсолютно не до формальности, не до оформления командировочных и так далее. Чего ты снимаешься, Алина? О, Вера Блатоновна, вам красивая женщина поснимали. Привет. Привет, донечка. Привет. Слушай, все по телефону тебе рассказала, больше смотреть не буду. Ага. Ты хоть в гостиницу поселилась, да? Да, все в порядке, вещи закинула. Лерон, ну давай тогда так. Ты будь в гостинице, если что, я на телефоне. Окей. А я посмотрю еще. Хорошо. Пока. Давайте, пацаны, можно? Все, давай, поехали. По тексту поехали. Че спишь? Че поехали? По тексту тебе что несколько раз повторять? Хорошо сейчас. Я проверяла почту электронную, какое-то странное сообщение, я его открыла, и там был видеофайл. Там был Рома. Давай. Из всех видов искусств кино является самым важнейшим видом искусства. Че ты за х** несешь, б**ть? Вы же тут типа, б**ть, модное кино снимаете? Ты, б**ть, закрой, по тексту говори, сон. Ты малолетняя, б**ть. Ты с чем, б**ть? Ты понял? Понял? Все понял, понял. Давай. Б**ть, без прикола. Во-первых, это радость того, что он, в общем-то, жив и где-то есть. Это первое. Второе, на что я обратил внимание, с профессиональной точки зрения, на помещение, где он мог находиться. Это, конечно, смешно определить, в какой он комнате находится, но когда было записано послание? Утром, ночью, днем? Ну, максимально возможно. Ну, естественно, нельзя не обратить было внимания на его заикание. Ромка никогда не заикался. Хорошо. Вероня. Детка, ты меня всегда понимал и надеюсь, что поймешь и сейчас. Надеюсь, что поймешь. Меня, в общем, выкрали. Взяли в заложники и просят 50 штук баксов. Если ты не сможешь их найти, детка, мне будет полная х**а. Меня здесь не кормят. Я голодаю, у меня может развиться язва. Я не хочу стать одним из здешних мертвецов. Я хочу с тобой еще встретить рассвет. Постарайся меня понять и найти деньги, которые они просят. Все, б***ь. Ну, красава, пока не в***ь, б***ь, что? Нельзя нормально говорить. С***, б***ь. Скажу честно, сложно было чего-то, учитывая состояние, мне определиться. Поэтому я обратился за помощью к психологу. Ну, одна голова хорошо, две лучше. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Наташ, там ребята высылали вам видеозапись по роману. Скажите, вы смотрели ее? Да. Я вас очень прошу, как психолог, вы мне что-нибудь можете сказать? Как он там себя чувствует, Ромка? Евгений Борисович, это не импровизация. Это видно по его глазам. Потому что тело его страдает. Но в глазах у него нет страха. Другое дело, что текст здесь, здесь интересный текст. Он специально сконструирован. Я прямо могу показать, где он говорит, где он подает знак нам, ну, вернее, спасителям, да, а где он играет специально для тех, кто, для его преследователей, для похитителей. Скажите, а у Платонова есть язва? Ну, когда у меня прошел первый шок после увиденного, я почему-то вспомнила фразу о язве. Вы знаете, у Ромы никогда не было язвы. То есть у него были разные болячки, но язвы у него не было. А к чему такой вопрос? Стало быть, если язвы у него нет, то он делает очень правильно. Он дает своим мучителям знать, как его правильно мучить, чтобы оставить, чтобы он смог остаться вживы, чтобы он смог продержаться как можно дольше. Знаете, я хотела бы обратить ваше внимание во всем тексте на несколько очень важных моментов. Здесь точно отмаркированы слова «рассвет» и «мертвецов». Есть такое понятие «маркер». То есть как бы отмечает знаком. Этот маркер может не считать никто, кроме того, кто его очень хорошо знает. Он здесь как бы заикается. Он заикается в жизни? Да нет. Это «рарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Он пытается обратить наше внимание на слова «рассвет» и «мертвецов». Что это может означать, нужно подумать. Мы предположили, что рассвет – это рассвет, который Ромка непосредственно мог увидеть, что вполне логично. И с момента его похищения, во время похищения зафиксировано камерой, до того, как он увидел рассвет, прошло не более 15 минут. Куда можно было завести Романа за это время? Мужики, всех живых на коридор, ищем журналистов. И возвращаясь ко второму слову «мертвецов», мы это связали с моргом, с кладбищем, ну по логике вещей. В округе было кладбище, но оно было далеко, и к нему они просто не успели бы доехать за это время. Оставался морг. Что чувствует человек, когда понимает, что все зря? Естественно, есть момент растерянности, естественно, есть момент злости, но всему этому уступает, вернее, все это уступает желанию и необходимости найти и в кратчайшее время. То есть, не теряя времени, идти дальше. Костя, ты там встал так далеко, тебе слышно будет меня, Веру, будет слышно? Да, будет. Костя, снимают? Да, Верунь, просто, понимаешь, вот кажется мне, что что-то мы упускаем в этих видеообращениях Ромкиных, понимаешь? Секундочку. Да, слушай, Олесков. Замок попало? Да, пошли они. Дайте пепельничку. Мы тогда с Ромкой знакомы-то были, без года недели, виделись пару раз по работе. И звонит он мне как-то домой. Он даже не знал, что на домашний звонит. Маринке жутчайшая депрессия, сидит в темной комнате, ослепнуть готовится. За месяц потеряла 70% зрения. С каждым днем все хуже и хуже. Надо держаться, там все такое. А я ему возьми, ты скажи, а вы передайте это все Марине. Я не знаю, о чем они говорили в сорок минут, но вдруг Марина моя начинает улыбаться. Смысл-то в чем? Смысл в том, что если бы не Ромка тогда, то поэтому я за Ромку нашего, не только морг. У меня все кладбище, с троем ходить будет. Спасибо, Женя, извини, сейчас. Алло? Хорошо. Да, опять они звонили, надо почту проверять. Так, все, давай. Говори то, что сказано, без лишней п***. Давай, чтобы не пришлось еще раз себе п***. Хорошо. Я не мазохист, дерьмо. Я понял. Давай. Верочка, Веронь. Детка, ты, надеюсь, меня понимаешь. Эти ребята сказали, что они вчера утром тебе звонили. Но вопрос с деньгами так и не решился. Мне все херовье и херовье. Меня тут не кормят уже какие сутки. Мне болит желудок. Наверное, язва уже прогрессирует. Ну, ты знаешь, дух у меня бойцовский. Вот. Попробуй обратиться к нашему другу. Ты знаешь, кому? Который владеет ночным клубом. Может, он поможет решить вопрос с бабулом. А так у меня все хорошо. Пацаны тут конкретные, да? Говорят, что мы их с тобой, слышно, достали. Так, так, так. Все, все, хоры накрываем. Не крутые, б***ь. Кр***. Кр***. Наташа, вот в прошлом нашем общении вы упоминали о словах-маркерах, которые что-то значат. Меня интересует, для кого они могут что-то значить эти слова? Кому они могут быть адресованы? Кто их может разгадать и прочитать? Маркеры может разгадать человек, который очень хорошо... То есть, в данном случае они адресованы жене. Понимаете? Это она должна увидеть, что это маркер. Потому что он подчеркивает эти слова необычным для него поведением. Только вообще письмо адресовано ей. И, соответственно, она должна увидеть этим. То есть, она должна знать, что такое бойцовский клуб. Бойцовский клуб. Бойцовский клуб. А что может значить бойцовский клуб? Мы решили, что это спорт, да. И начали методично прочесывать спортзалы и так далее. Единственная зацепка появилась, и серьезная зацепка. Это когда мы обнаружили спортзал, где занимались скинхеды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравия, партнер! Здоровья, Русь! Что за беспредел? Смать и тебе! На! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где он? Не знаю. Что за что, не знаю? Слышь ты, защитник Родины, х**! Куда ты дел журналиста Платонова? Да, бл**, не знаю я никого Платонова! Я не спрашиваю тебя, где ты стволы нашел. Ты скажи мне, куда ты Платонова дел? Не знаю я никого Платонова, не трону любому белого человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валыч, ну ты посмотри, что там есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, лихо, ребята. Вот, лихо. За скином мы уцепились только потому, что Рома делал о них репортажи. И вот это похищение могло быть простой местью. Значит, никакого Платонова ты не знаешь. Мне с ними не надо. Борис. Рома Михайлович. Чего тебе? Чего адвоката требует? Адвоката тебе сколько будет? Через полчаса ориентир. Слушай, сделай час, а. Здравствуйте. Я ваш адвокат. Здравствуйте. Ваши показания? Да. Ну, что же вы показания из адвоката даете? Уверх закройте с той стороны. Ничего. Чего? 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 Ясич? Сам написал все это что-то? Ну, немножко подсказали. Подсказчик. Гений. Ладно. Все. Он твой. Адвокат. Ну, что ты пишешь тут, родной, что ты хранил оружие добровольно, временно, по просьбе неизвестного. А? А ты понимаешь, сколько тебе за такое хранение светит? Нет? Ну, что адвокат сказал, то я и написал. Что же адвокат сказал? Написал ты сам, собственно, наручно. Ты же не написал. Адвокат мне сказал написать, что я хранил оружие. Ты понимаешь, сколько светит тебе родной вообще, нет? Ну, что тебе делать? Что делать? Лейтенант, дверь закрой. Ну, что, Костя, не он это. Его Михалыч прессовал-то грамотно, он бы маму свою продал. А не знает он нашего Ромки, не знает. Мимо. Значит так, мы не шутим. Это последняя запись. Есть ли шмон по городу? Это попытки найти этого... Вместо него вы найдете труп. Спасибо скажите, что еще сумму выкупа не подняли. Ты все помнишь, что говоришь? Да, помню. Давай. Смотрите, первое послание. Мы получаем, где идет речь о «Рассвете мертвецов». Ну, там... Да, он маркирует «Рассвет мертвецов». Да, решили что это кладбище. Второе послание он получает... Мы получаем, вернее, бойцовский клуб, правильно? Угу. Мы граним спортзал. Дальше что у нас будет? Вера... Я понимаю, проблема с бабками не решается, ты видишь. Они мне тут грохнут. Решите там, пожалуйста, эту проблему с деньгами. Не знаю, спробуй все способы. Даже криминальные. Ну, есть вариантов миллион. Может, вообще он заикаться стал просто-то. Это тоже вариант. Вот, например, есть вариант... Может, по первым буквам он там все делал. Там, «Рассвет мертвецов», «РМ», тоже же вариант, правильно? Или он вариант. Обзвони всех. Контакты в моей телефонной книге. Она лежит на полке, где, как ты говоришь, лежит мое чтё. Что? Ведь он же мог не знать, что его будет второй раз снимать. Значит, во втором может быть то же самое. Намек на то же самое. Просто другими словами. Все. Вырубай. Из всех видов искусств, кино является самым важнейшим видом искусств. Чё ты за хрен несешь? Я не хочу стать одним из здешних мертвецов. Не знаю, попробуй все способы. Даже криминальные. Я хочу с тобой ещё встретить. Ра-ра-рассвет. Решите там, пожалуйста, эту проблему с деньгами. Ну, ты сама знаешь, дух у меня бойцовский. Обзвони всех. Контакты в моей телефонной книге. Она лежит на полке, где, как ты говоришь, лежит мое чтё. Всё. Попробуй обратиться к нашему знакомому, который держит этот ночной клуб. Из всех видов искусств, кино является самым важнейшим видом искусств. При чём кино здесь? Я не знаю. Но эта фраза стоит в самом начале. Я бы на неё обратила внимание. Он с неё начинает. Он начинает с неё. Они ещё не готовы. Понимаете? Это самый момент, когда сказать то, что ты потом не сможешь сказать. Ну, при чём здесь кино? Да, снимали его. Вот как Костя снимает. Ну, кино. Вот снимали кино. Замечательно, снимали кино. Всё. Ну, смотри, рассвет мертвецов. Ну, выделены. Ну, маркеры, как ты говоришь. Ну, а дальше что? При чём здесь кино? Я не знаю ещё. Правда, я не знаю. Но меня учили так. Нужно смотреть с самого начала. Первые две секунды – вся правда. И вот именно эти слова уже нас вели к разгадке. Вы знаете, Рома очень любит кино. Особенно ему нравятся старые фильмы. Но дело в том, что под старым кино он может иметь в виду фильм 15-10 летней давности. В моём наморщенном уме появилась замечательная идея «Криминальное чтиво». Это мой любимый фильм. Я подумал, а почему бы вот слова, которые звучали до этого, на которых заикался Роман, а это «Рассвет мертвецов», «Бойцовский клуб», почему бы они не могли быть названием тоже фильма? Так, Костя, глянь, видно? Не видно? Нормально? Ненормально? Все, значит я выхожу и включаю вот здесь, да? Да. Все. Давай, пожелаю удачи, спасибо, пока. Ну вот он уже и третий кинотеатр, который я посещаю в этом городе. И пока ничего интересного не вижу. Важнейшее из искусств ничего не приносит, какое им является кино. Неделя старого кино. Джон Траволта. «Криминальное чтиво». Все номинации на премию «Оскара». Вот и «Рассвет мертвецов». Здесь все. То есть фактически я уже к тому времени нашел Романа Платонова. Значит так, Павлович, ты умный и местный. Кинотеатр должен знать, где его здесь держать на месте. Борисович, только в подвале. Давай для верности так, я через центральную дверь подержу, а ты ребят главное на виде. Плюс, понял. Работаем, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Закрыто. Появьте, ребята. Закрыто. АПЛОДИСМЕНТЫ Оьте, не спидите! АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНЫЕ СТЕКИ КРИКИ Да уж, не заходит, где вы. ГОВОРИТ ПОЕМАТЫ ГОВОРИТ ПОЕМАТЫ Ты доволен уже? У меня еще есть вопросик. Честно скажу. Как я переживал? Плакал. Любишь меня? Женись. В сутбольном полегче. Летим. Бл**й, б**ть. Ну и скорее. Катяша! С**ть! Машине! Чё там, Борисыч, я тебя уродов повели? А? Лежи, лежи, лежи. Герой. Ну и к**й мой телекан. Давай-давай-давай. Да, разберёмся, кто тебя метелил. Я жена, Борисович. Сейчас будет, Ромчик, жена тебе? Доктор? Что с ним? Что можете сказать? Крепкий хлопец. Считайте, ему повезло. Оделался синяками. Ну а что же он на каталке? Ходить может? Может. У него шок, глубокий шок. После того, что он пережил. Держись. Они меня... Я только дверь открыл, они меня сразу вырубили моментами. Даже ничего не мог сделать. У меня столько суток пи***чили. Я тебе говорю, Борисович, дай мне их от... Порвёшь, порвёшь, Ромка. Я тебе сказал, обещаю тебе. Детка, везде не шоколад. Ребята, вас так раз видеть. Ну долго ты меня искал, конечно. Нашёл же, нашёл, Ромка. Слаш, только не надо уже. Сейчас ты опять начнёшь у меня спрашивать, как я переживал и почему тогда, и когда больше переживал, да? Ты сказал, что у тебя любимый фильм «Криминальное чтиво». А раньше ты говорил, место встречи изменить нельзя. Ну... Это уже со мной ассоциация. На месте встречи изменить нельзя, ты не заикался, понимаешь? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Знаешь, любишь меня? Нет, я люблю криминальное чтиво. Ха-ха-ха-ха. Ладно, тушись костя, значит, я хорош. И чё, так сильно хотели настоящее кино снять? Ну а чё? Пробовали? Пытались? Сейчас даже модно снимать на любительскую камеру. Это типа круто. В принципе, все говорили, что даже для несерьёзного фильма надо серьёзное было. Ну, более-менее серьёзное. Что такое более-менее серьёзное? Полтинника. Зелени хватило бы. А это 50 тысяч долларов? Типа того. Ну и какое же кино на 50 тысяч вы собирались снять? Порнофильм. Порноху. К нам в город как раз Платонов приехал. Журналист наурочный какой-то со столицы. Многие прутся по нему. Вот так с пацанами перетёрли. В принципе, пускай не миллионер, но и думаю, за ним бы 50 тысяч зелёных нашлось бы. Думали. Решили его хватануть. Вот так иногда воспринимают в провинции тех, кто часто мелькает на экранах. Я и представить себе не мог, что стану жертвой собственной славы. И, как вы видите, в популярности есть другая сторона медали. Борисыч, когда я работаю на камеру, это значит, я работаю. Друзья, дорогой, я заказал столик, водка, кисти. Я понимаю. Костя, давай-давай-давай, иначе я вас буду задрать фиг знает сколько. Пойдём. Пойдём-пойдём, Костя. Ну я тебе груз ворачиваюсь. Ладно, Костя, давай потом напишем. Пойдём, я тебе говорю. Да я тебе помогаю, а ты мне мешаешь. Помогаешь, помогаешь. Это я тебе не помогаю, ты помогаешь. Слушай, а у меня к тебе вопрос есть, скажи. А ты вот зашифровал вот свои видеопослания. Так очень-очень просто. А ты бы ещё в Кинг-Конге их зашифровал бы. Вообще было бы здорово. Я не сказал в зоопарке, одна статья. В зоопарке или у себя в обезьяннике тоже было бы. Нет, Борисыч, я просто использовал дождь голову. Крутиевский кинотеатр. Тогда, пока мне поделись в королеве, я слышал. Что проследует. Всё. Насколько я эти фильмы смотрел, я сразу. А дальше звуками и так далее. А вообще сначала я не могу понять, где я нахожусь. Я не могу понять, что они не пили. Ну такое. А прикинь, было бы техасская резня в Бензопиле. Я бы сказал, в Техасе? Нет, в Бензопиле. Пойдём, Влад. Всё хорошо, что хорошо кончается. Пойдём. Костя, давай, давай, давай за нами. Костя, идёшь? Что за ерунда такая, а? Опять началось. Что-то у вас происходит здесь такое, а? Это постоянно вечер происходит. Что же это делается у вас, а? Я снимаю, по-моему, какие-то паранормальные совершенно явления. Да успокоитесь вы уже! Да вы лидите! Да хватит! Ну и что скажешь, Ромка? Я ничего не понимаю. У тебя маленький экран, давай на комп перекинем это. Что-то так непонятно. На комп так на комп. Дело не в этом, Рома. Ты умный, продвинутый. Скажи, что это происходит вообще? Да я правда не мог поверить, что всё это происходит со мной. Поэтому и решил снимать всё это на мобильной. Для верности. Смотри, что делается. Тебя видно, Костя? Погоди, я ничего не понимаю. Помолчи, пожалуйста. Что-то делается у вас, а? Сумасшедший дом происходит. Ну да. Слушай, ты как к наркотии относишься? Тома, прекрати свои дурацкие вот эти вопросы издевать просто. Ты посмотри, подскажи, умный человек, что это? А твой телефон как к наркотии относится? Не пойму, кто из вас что употреблял? Не, Борисович, это очень интересно. Слушай, а ты где эту квартиру нашёл? Да Балашов подсказал агентству недвижимости, в принципе, ребята свои, не знаю. Это нормальное, вполне легальное агентство, честное. Я лично его проверял. Дело в том, что я там квартиру свою разменил. Это брат попросил меня найти ему приличную квартиру, хорошую, с ремонтом, как положено. Он меня, человек не бедный, может себе позволить. Она так и сказала, что эта квартира именно проклята? Она и предложила мне в этом убедиться, вот я убедился. Ну, это впечатляет. Впечатляет, а в финале она мне говорит, эта квартира хочет меня убить. Или она говорит? Надо туда ехать. Я тоже хочу это увидеть. Надо, так надо. Тебя я с собой не возьму, потому что ты уже травмированная личность. Поеду сам. Ты не против? Езжай. А ты не хочешь со мной? Полный сумасшедший дом. Вещи воспламеняются, летают, падают, сумасшедшие голоса какие-то. Я понял, что Лена просто была на грани помешательства, наверное. Она до крайности была доведена. Улица Резницкая, 42. Элитный район города. И кто бы мог подумать, что в стенах этого дома происходят жуткие и странные вещи. Блин, вещи неправильно. Как это слово? Феномен, надо было сказать. Феномен. Еще раз давай, Костян. А ладно, не парься. Не парься, говорю. Ну и фиг с ним тогда, идем уже тогда. Успеем, не успеем. Парс. Парс. Ты ешкинку. Тут уже впечатляет атмосферка такая. Окей. Сейчас мы будем ловить дедушек и бабушек и спрашивать о них странные вещи о странных вещах. Здравствуйте. Это у вас тут квартиру продают в доме? А? Я говорю, у вас тут странные вещи происходят в доме вашем. А? Извините. Ладно, Костя, давай еще посмотрим. По-моему, поищем. Они надо мной живут. Там что-то вообще ненормальное такое творится. Что-то падает, стучит, крики нездоровые. У меня они надо мной живут так хорошо слышно. Да? Среди ночи. Когда это было? С полгода уже. И дверь ночью сама загорелась. Да. А, да, я слышал что-то подобное. А у вас ничего такого не происходит? Я у вас слава голоса. Только там? Да. А у других соседей никто не жалуется? Не слышали такого. Бездомные тут, бедные родственники. Ой, извините, пожалуйста, здравствуйте. Один вопрос. Мы не пристаем. Хорошо. Скажите, это здесь ее продают? Квартиру, да, продают на четвертом этаже. Ой, хорошо. На четвертом, это в этом подъезде, да? Да, в этом подъезде. Который с барабашками? С какими барабашками? Мы уже приезжали недавно с телевидением по этому поводу. Да? По поводу полтергейста, как я понимаю, да? Спасибо большое. Всего доброго. Да, все доброго. До свидания. Какая? Фиг, фиг. Костян, давай быстрее, холодно уже. Давай. Можно? О наличии нечистой силы в этом доме… Давай еще раз. О наличии нечистой силы в этом доме жильцы говорят много и охотно. Но привидение интересуется только Еленой, и для остальных жильцов им нет никакого дела. Ахинея, да? Полная. Да, полная. Надо побольше об этом будет узнать. Все, холодно. Давай сворачиваемся и поехали. Понимаете, они меня, они зовут меня. Я говорила, не хочу я. Они просто пытаются меня… А кто это, кто это, кто это они? Загадочные они. Вам сейчас это покажется глупостью какой-то? Вы подумайте, что я сумасшедшая. Ну, это с моей квартиры. Это… это дом сам. И квартиру, которая хочет вас убить, вы решили продать? Нет, не продать. Просто, понимаете, от нее надо избавиться. Я… им нужна только я. Просто от нее надо избавиться. Ну, я похож на человека, который может поверить в барабашку. Но, знаете, когда себе не веришь, то этому-то верить будешь, хочешь, не хочешь, правильно? Я иду в центральный городской архив и, надеюсь, удастся кое-что разознать об истории проклятого дома. Нормально было там, Костя? Пафос, зашкаливай. Я звуки спрашиваю, тут ветер задувает. Нормально. Окей. Здравствуйте, можно? Да, проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Вы знаете, все документы, которые я для вас приготовила, все есть, все собрала, все нормально. Вот, давайте посмотрим. Да, давайте. Как бы… А, да, вот это… Что мне интересного может быть? Значит, посмотрим сейчас… Это то, что мы интересовались, да? Да, да, да. Вот этот вот дом, который вас интересует. Постройка дореволюционная. Да. И, вы знаете, вот это крыло была реконструкция в 75-м году. Когда здесь началась постройка, здесь что-то… Даже мистика и началась, да? Да. Да, вот в то время как раз. Вы знаете, я вообще человек совсем не суеверный. Ну вот, когда началась реконструкция, сущеад начался. Этот дом какой-то непонятный. Здесь такое происходило. Упал кран. Двое попали в больницу, и у них инвалидность. Один вообще скончался. Ну, просто… Дина завалилась какая-то еще, да? Да, да. И пожар какой-то был. И вообще был просто кошмар. Вообще непонятно, что происходило. А что было до застройки этого здания на этой территории? Ну, здесь было вообще… Это… Пустырь был. Да, был пустырь. А… Да, и был… Здесь когда-то кладбище было. Да, это я знаю. Та-дам!